приветище и добро пожаловать в него уборочный симулятор мы продолжаем здесь остывать наши горящие телеса от знойного солнца требуют пушистого рыхлого снежочка на котором можно поваляться и порисовать снежных ангелочков я вот кстати между прочим уже попытался некое слово вычерчи вычерчить вот буковка п буковка r буковка и возможно не в ту сторону да тут принципе все слова не в ту сторону но ничего страшно и буква в остальное не дописала получилось слово привы то есть приветствуем на нашей территории в прошлый раз мы убрали убрали снег в одном доме получили небольшое вознаграждение в районе 300 баксов сегодня мы продолжим уборку и помимо этого мы еще сейчас посмотрим что из оборудования можем прикупить насчет аптечки здесь есть аптечка она необходима нам если мы заболеем и у нас температура поднимется выше 36 и 7 там допустим 36 8 далее вообще 38 7 очень высокая температура нам будет плохо придется покупать таблетки значит так в прошлой серии нам дали вот такой вот основной рабочий инструмент по уборку снегу он довольно много может убрать но я его покупал эти сразу скажу что он плохой по шинам ничего интересного по одежде тут у нас произошло небольшое обновление и как ты видишь текст друг на друга наслоился поэтому мы сейчас с тобой включим английский язык чтобы все было понятно и лаконично и так смотрим значит что у нас имеется у нас по моему не было прочности сейчас она появилась прочность одежды то есть одежда имеет свойство изнашиваться как и в реальности свитер наш тоненький он не изнашивается вся остальная которая будет покупаться конечно же в дребезги износится что купить что купить давай смотри вот такой вот комбинезон дорожного рабочего для снега уборщик по моему подходит водонепроницаемость хорошая удобство тоже хорошие и дышащая одежда то есть насколько мы сильно будем потеть в ней средняя три точечки три звездочки если можно выразиться что по температурным режимом у нас минус 5 минимальная температура до плюс 15 дальше нам будет некомфортно в этой одежде есть одежда на 100 баксов дороже она попрочнее но температурный режим у нее немножечко сдвинут больше в минусовую сторону то есть в минус до минус 7 можно в ней работать и до плюс 10 то есть такая роба рабочего я честно даже не знаю что лучше прикупить здесь светоотражающий элемент здесь светоотражающий элемент 8 карманов в каждой только по износа стойкости по температуре я все-таки предлагаю выбрать оранжевый комбез покупаем его пойдем переодеваться в нашу приватную комнату я даже двери закрою хорошо чтобы нас никто не увидел так не по а дальше нужно нажать я думаю что у меня тут только тонкий свитер где мои остальные робы надеваем по тени видно что мы уже переоделись мы стали более мощными рыженький комбезик это прямо симпотно мы настоящие работяга нашей классной снегоуборочной фирмы можно сесть на улице по моему что-то с погодой не то творится давай посмотрим что там по погоде у нас сейчас 22 ну то есть ночь можно сказать что не нулевая температура и уплотненный снег предлагаю подождать хотя бы утра и ехать на новую работенку проверять нашу курточку чем у нас по температуре минус 8 снег уплотненный и ветром то есть смотри-ка у нас прям очень тяжелый снег нужно ждать прямо дня давай подождем дня а то хотя пока я бы доехал уже бы и день был а снова до вечера до вечера будет очень уплотненный снег понятно я думаю что смысла ждать еще чего-то здесь нету мы поедем поедем единственная сейчас прикуплю еще покушать что-нибудь из денег у нас осталось 390 долларов это не так уж и много круассан давай купим на все конечно я щас облизываюсь вот на пельмени пельмешечки но нет это слишком дорого да и калорий они мало восстанавливают это смешно конечно но круассан больше калорий восстанавливать чем пельмени все садимся в тачку посмотрим на нашего крутого усатого оранжекомбинезонного чувака выезжай давай вон он наш брутальный снегоуборщик хочу у него с глазами кстати демонические глаза ты что демон еще не таки черные то сатана ужас какой открываем ворота и поехали по всей видимости со мной что-то произошло ранее таких черных глаз не было может я приболел хотя по температуре 366 все нормально потихонечку топчем своими шинами снег очень высокий снег едем мы значит к какому дому давай сюда он поближе едем туда вот он этот домик тормозим 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 все встанем поперек дороги и здесь все равно никто не ездит кроме меня даже можно по следам определить что только моя здесь есть мои здравствуйте на доктор издр издр гулговский описание работы тщательно очистить территорию доктора и гул до гулговский не забудьте поговорить с владельцем после этого у людей всегда есть интересная информация вначале нам нужно просмотреть фронт работы мне в комментариях писали а чё будет а чё будет если ты вы топчешь снег и потом начнешь его убирать он же должен быть полегче по идее так не будет он полегче потому что ты его втаптываешь его уплотняешь будет тоньше но тяжелее рыхлый снег легче намного убирать зачем уплотненный вот смотри сейчас я копну видал 10 килограмм 10 килограмм я поднял то что утоптал здесь смотрим так не понял почти сракет серьезно настолько да вот вот тут то вторую протопчем мне почему-то казалось что он не может так работать ну ка серьезно ты представляешь то есть есть смысл все таки утоптывать снег это читерский какой-то подход но тем не менее мы будем его использовать почему бы и нет утоптываем всю линию который нам нужно вычистить и нам будет проще потом это все убрать хорошо что я прислушался к этому комментарию а иначе я тут попец вырвал пупок надавал скидываем в бочину слушай как чистить и чистится просто я без ума от этой идеи надо ей частенько пользоваться прям к двери сейчас вот сюда подтащим а дальше можно будет принципе и лопаточки поработать готова здесь тоже сейчас вот это нам хотел скинуть в бочину но не получится слишком тяжело вот сюда если мы сделаем вот такой вот шаг а вот и убрали здесь но елки-палки давай же отлично здесь дорожку вычистили мне кажется больше поможет лопата и вот этот аппендикс тоже копнем готова убираем излишки на дорожке тут и тут можно в принципе жалко нету с собой градусника который показывал бы температуру и уплотненность снега такой хоп на руку на свои smart часы и тебе показала чё и как вообще с погодой по крайней мере сейчас тишь да гладь мне кажется снег должен стать полегче вот мы сейчас это проверим вот на этой дорожке вон туда нам берем значит наш скребок и поехали слушай ну да снег стал легче или мне так кажется не-не-не-не-не однозначно стало легче прямо можно с этим скребком ехать почти несколько метров не только как это было ранее весь прикол что сейчас пойдет метель и этот дворик опять засыпет снегом и меня потом придется сюда ехать и убирать а как иначе слава богу что у нас появятся новые инструменты убирать нам придется по другому уже территорию и заплатят нам конечно же другие деньги то есть если сейчас мы можем получить допустим 300 баксов следующий раз мы получим 600 потому что уборка будет уже совсем намного больше снега наверно тут лопаты придется нам поработать а то мы усложнили себе задачу вот сейчас мы эту территорию очистим и по идее должен появиться новый инструмент и что это за инструмент для нас с тобой большой сюрприз тут все остается подъезд подъезд в машины почистить то есть парковочное место машины и на этом работа закончится по ходу утро уже наступает берем скребок и куда наверное сюда вот два час быстренько тут пробежимся посмотрим облегчит нам это задачу или нет поехали пятьдесят четыре килограмма на скрипке у меня сейчас мастерская спортивная ну да однозначно когда ты пробежишь по снегу он становится легче это однозначно я это проверил спортивный интерес как говорится тут уже смотри-ка смотри-ка что творится тут плотнее снег я щас пробегусь пробегусь а если вот это вот все потоптать то что мы тут тоже набрали вот эти вот снежные колобки о другой разговор ты посмотри что мои ноги делают мне им только и топтать снег если вам нужно потоптать в своем дворе снег то вызывайте меня конечно эта услуга будет заплатно за бесплатно топчете сами давай-ка вот это вот мы тоже потопчем с тобой эти сахарные кубики когда вы неподходящие одеты ой 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 температура тела у нас падает надо пойти погреться наверно в машину снег короче то и зачем ты ворота в меня строишь снег короче стал намного плотнее несмотря на то что все устаканилось погода спокойно тем не менее мне его убирать даже с моими на топтусами сложно но мы справимся и на что не правда мы все-таки профессиональный снега уборщик мы знаем подход к такому вредному снегу все дотоптали поехали и последняя линия снега вот так возьмем сто процентов снег убран все прекрасно чистенько мне кажется мы молодцы сколько нам заплатят за 7 минут мы убрали сто процентов территории 300 баксов отлично выполненная работа не забудьте поговорить да сейчас поговорим с хозяином он видимо очень люди появились наконец-то привет даром ты такой крупный ты чё сам не мог себе тут снег убрать ну ладно мне в любом случае деньги нужны я не против отличная работа быстро и качественно я порекомендовал вас нескольким друзьям и кстати скажите мне были у вас какие-либо проблемы во время работы особенно в части участка близко к потоку к потоку а наверно к к речке тут речка недалеко нет все было в порядке все было хорошо я возвращаюсь к работе я ему сказал и все а что не так то давай еще поболтаем могу ответить ему что на самом деле что-то было не так допустим я врач и держу ноги крепко на земле но среди местных жителей есть легенда о призраке утопленной девушки которая бродит по ручью ничего себе а можешь рассказать мне побольше об этом рядом с ручьем есть старая качель с которой по преданию молодая девушка упала в речку и ее дух преследует эту местность с тех пор вы что-то видели я возвращаюсь на работу так давай ты что-то видел можешь еще что-то рассказать но я не видел его но я часто слышал странные звуки я предпочитаю туда не ходить особенно после захода солнца интересная история ищите то место о котором ты говорил интересная история я пожалуй пойду ночь на дворе наступила у меня появился восклицательный знак он ведет меня прямо прямо к речке я так полагаю пойдем сходим пойдем пойдем я в предвкушении что мы там можем увидеть тоже что же что же можем там увидеть бежим 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 так это мои следы потому что я здесь уже бегал с дороги видел качель вот она кстати вот эту качель видела сюда прибегал думал может кто-нибудь тайник это кто это что следим за ним следим 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 он ушел в камне он ушел в камне я его зафиксировать я сфотографировал его пойдем к обойдем игры я вообще бесстрашный наверное тебе покажется да то что я бегу сразу за этим чуваком но тут кстати никаких следов вообще нету что это было это же не дети дети вообще белая он какой-то темный как как без по моему сюда ушел но тут ни одного следа нет чтобы вело сюда но это даже не пещера тут просто яма очень странно но если сюда спрыгну да нет тут даже прохода нет а куда он делся то ни следов ничего а как же мне теперь отсюда выбраться я попал в снежную западню давай ручками карабкайся ты что ты хочешь здесь замерзнуть ладно у меня есть классная кнопка вернуться к следующему пути пожалуй я так и сделаю спасибо сейчас посмотрим что нам на другом ухты сколько домов то появилось посоветовали друзьям называется подкинули мне работенки едем соседний дом посмотреть что там откапывать нужно по моему вот этот дом правильно этот же да выходим я уже согрелся еще можно круассанчик подкинуть себе в ротик что нам тут делать об скинул задание посмотрим тут заработок 200 долларов адрес такой-то поверхность 38 квадратных метров ну что ж в принципе не так много я сейчас это протопчу скребком со скребу несмотря на то что сейчас ночь снег убирается просто как по маслу черт здесь уже борты мешает придется снег дверь куда мы можем открыть в эту сторону не очень хорошо конечно чтобы эту сторону давай-ка мы попробуем его отсюда вот сюда хорошо дорожка почищена подадут сопельку сейчас уберем это сопелька как-то не хочет убираться немножечко по лайфхак ски лайфхак ски сделаем ну вот и все дорожка расчищена теперь парковочное место пару лопат и территория зачищена на сто процентов единственное я тут немного некрасиво поступил по крайней мере мне так хозяин обрисовал линию поэтому я так и сделал въезд немножечко закопал снегом думаю он не сильно обидится парковочное место то чистое что как он мне показал так и сделал сдаем задание за 8 минут мы управились 300 баксов отлично это имеет ожидал клиента что то что ожидал клиент понимаешь я выполнил почти так как он хотел ну то есть в принципе я выполнил так как он хотел проверьте магазин на наличие чего вот появились новые вещички посмотрим тут хозяин не будет к нам выходить хозяин ты не хочешь к нам выйти по себе нет ладно поедем тогда домой пожалуй можно тачку и в гаражик запарковать что у нас по деньгам то вообще тысяча тысяча долларов у нас в кармане выходим закроем гаражик пускай тачка оттаивает а то она у нас в любом состоянии вся заснеженная хоть в гараже в тепле хоть на улице всегда полно снегу а еще заметь как я хожу медленно это значит что оставил вам снег снова покрыла его собственности нужно бы прибрать хорошо мы это сделаем но чуть попозже вот я поел смотрим на мои ноги я уже стал шустрее ходить это не может меня не радовать давай посмотрим что в магазинах появилась ухты вот это да электрический снегоуборщик и профессиональный профессиональный вот такой вот каток я думаю что есть смысл все-таки накопить на электрический снегоуборщик потому что он 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 это ручной инструмент емкость 500 килограммов размер 66 конечно размер не очень хороший прочность 250 а у нас теперь у инструмента еще и прочность есть а ранее ее не было шины появились дополнительные по плугам вот и плуги появились но для нас это сейчас слишком дорого 3000 почти 4000 баксов по еде появились печеньки за 20 центов но по идее у меня нет никаких проблем я не вижу смысла что-то покупать термос для согревания тоже не вижу смысла покупать поскольку у меня есть машина я всегда в нее могу сесть и согреться так вот этого . туда можно съездить тут у нас ухты смотри здесь у нас 400 баксов платят а здесь 600 уже и здесь 600 ага тут у нас 200 платят тут 600 ну что я тебе хочу сказать нужно ехать где 600 вот эти два домика по 600 и у меня будет 1200 баксов а это значит что я смогу позволить себе новый инструмент электрический снегоуборщик надо вообще посчитать посчитать сколько денег в принципе могу здесь заработать 400 долларов плюс 600 долларов 1000 1600 1800 и 1800 плюс 600 это получается у нас 2400 правильно же то есть максимум со всего этого могу 2400 получить плюс там несколько процентов накидываем ну то есть вот мы за 200 убираем а нам дают 300 то есть на 100 баксов больше сколько нам дадут за вот эту территорию где 600 платят мои математические подсчеты говорят что 300 долларов потому что 200 200 200 три раза по 200 это получается 600 а значит могут 300 баксов на чай стоит 900 баксов мы можем получить это прям достойно давай мы проверим мою логику мы едем сейчас вот сюда меточку на карте делаем и поехали то что вообще за здание уборка снега или гудвин окей где-то здесь заехали мы в конкретную глушь несу светную выбраться ухты я думал там дорога почищена но она внезапно была засыпана снегом выходим вот это задувание ужас здравствуйте вам уборочку нужно сделать описание уборка снега все здесь нужно убраться покажите территорию а я понял ну по стариночке протаптываем убираем забираем бабки и сваливаем а я тут убирать это прилично и тебе хочу сказать очень много поэтому тут 600 долларов и платят ну я тут контур обрисую такой вот а дальше уже как пойдет начну с этой тропинки ну что поехали тишине и smr снегу это реально успокаивает релаксирует когда ты убираешь в тишине снег бегаю я тут бегаю растаптываю этот снег и понимаю что пора бы уже прикупить новый инструмент до 2000 долларов я не дотерплю полагаю что следующее что я куплю это будет за тысячу долларов ручной инструмент скорее всего ручной плуг вот ранее я его не покупал я покупал дешевый ручной плуг а вот за тысячу стоит попробовать может он лучшая версия уменьшенного вот мы это проверим и узнаем приступая к очистке парковочного места и полагая что нужно его как бы разделить его я подразумеваю снег вот эту линию мы сейчас прочистим берем вот этот клубочек вот сюда вот эту часть мы будем скребать к воротам чтобы машина не смогла заехать это конечно тупо но у хозяин нам не говорил чистить ворот поэтому как и в прошлый раз я уверен что хозяева будут довольны моей работой я просто сейчас засыплю въезд и все а дальше я хотел тебе сказать что снегоуборщик довольно трудная работа особенно когда ты начинаешь с одной лопатой у тебя нет инструмента и тебе приходится реально вкалывать чтобы в будущем купить профессиональный инструмент в принципе так касается наверное всех людей которые зарабатывают ручным трудом я уже чертовски подустал температура моего тела 36 и 2 я уже сто раз не пожалел что купил себе куртку вот эту чем тот ручной инструмент за 500 долларов потому что в куртке я все-таки дольше могу работать как только температура опустится до 36 я пойду отогреваться в машину и кушать поскольку есть я тоже хочу ведь рабочий процесс замедляется я стал намного медлительнее калорий не хватает прям капец ноги еле плетутся и тяжело вести скребок у вас низкий уровень калорий нужно поесть вот мы сейчас и проверим что же со мной будет если калорий опустится до нуля и вообще возможно ли это температура тела 36 и 1 калорий 530 мы уже подбираемся к пику своих возможностей и я настолько сейчас медленно работу что это невыносимо я как улитка если не хуже я даже идти нормально не могу ты посмотри вот на эту скорость смотри на мои ноги это ужасно просто я как будто отбил себе две ноги и ковыляю как могу калорий меньше 300 проблема вся в том что я расчистил территорию сто процентов а калорий у меня так и не закончились температура у меня 3 61 пока держусь буду чистить дальше снег кстати несмотря на то что скребок набрал 35 ну почти 40 килограмм я почему-то его скинул видимо там какая-то преграда была или я устал хотя здесь я спокойно до 100 килограмм тащу а еще чем медленнее я иду такое ощущение тем больше снега я могу вести почему-то вот мне так кажется это как понижающая скорость на машине работает смотри 100 калорий и ниже не опускается то есть все 100 калорий это минимальная отметка ниже которой мы не можем опуститься и мы продолжаем работать но очень-очень медленно в общем если у нас не окажется еды мы сможем завершить работу по уборке снега и вроде бы я как и не заболеваю несмотря на то что температура тела 36 возможно если она опустится еще ниже допустим 35 9 то тогда я точно заболею еле до ковылял так где а вот почтовый до почтового ящика до ковылял при обморочном состоянии смотрим сколько денег 16 минут я здесь убирался 16 минут реального времени я хочу заметить это очень долго нам заплатили 900 я был прав чаевых на 300 баксов нам дали за стопроцентную уборку снега молодец поговори с владельцем всегда стоит включать новую информацию владелец заправочной станции поручил вам убрать снег с участка шоссе и всей территории станции это уже серьезный заказ вот и пошли заказы по дорогам заправкам смотри температура 36 и мигает то есть скоро нам скорее всего будет хана но я жду когда я заболею я заболею или нет это произойдет а где кстати хозяин 28 метров 27 метров нам вокруг дома надо обойти я так полагаю а чей-то дом вообще ладно сейчас до хозяина дойдем а там уже выясним давай подкрепимся что мы так медленно ходим все маффины съедены 4 600 калорий восстановили бежим по поводу простуды мы сейчас все выясним вот вот хоть ухты у тебя комбезик почти как у меня да ты кто такой заправщик что ли хочу такой высокий выше меня отличная работа у меня будет очень выгодный заказ для вас вам просто нужно получить более крупный транспорт ладно значит мне нужно машину покрупнее все все так говорят как получить вас просим как получить то и где я найду такой большой транспорт я не могу заработать на что-то большее при уборке снега действительно ты видел как я работаю лопатой скрипок сумму ничего нету вы должны встретить роберт е танков и 3 это принц какой-то почему 3 я благодарен за вашу помощь бою и что происходит на улице вообще если у вас возникнут какие-либо проблемы сообщите мне я сразу приеду и уберу снег доброжелателем приблизительно просто не считайте меня сумасшедшим знаете я уже некоторое время замечая странные следы и слышу странные звуки вокруг этой местности на моей собственности мне кажется что нло приземляются там еще один то призраки то нло то я вижу какую-то черную нечисть тут явно какие-то сверхъестественные вещи происходят я могу посмотреть на это я не знаю как я могу вам помочь но я с радостью еще раз посмотрю на эту область я также спрошу у клиентов не заметили ли они что-то еще большое спасибо это много значит для меня помните свяжитесь с роберт е до ноги третьим относительно большого транспортного средства хорошо свяжемся роберт дангли до ноги и 3 роберда ноги 3 надо запомнить это и сейчас мы направляемся направляемся куда-то туда чтобы проверить где садилась нло нло а нам надо через забор видимо тормозим вроде бы здесь так это тут это тут я здесь никаких следов не вижу никого не вижу может тут подерем покопаться убраться лишь что а это что за мочалка висит что это за пушок белка хвост потеряла вы нашли странную шерсть на дереве вам нужно внимательно рассмотреть ее и вы найдете ее в своей личной комнате шерсть коричневая шерсть коричневая там существо было черное здесь коричневая призраки нло возможно дети я вообще не понимаю что я просто приехал сюда зарабатывать на уборке снега и кстати где у нас в дом роберт 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 это у нас мажор какой-то это не то ров року а роберта тут и нет у меня дома подожди это кто это не то этот дома только что сейчас убрали странно но я не вижу здесь никакого роберта третьего вот так то возможно он появится потом когда меня порекомендует какой-то из хозяев своему другу как раз этот друг и будет роберт третий наконец-то мы дома и меня здесь очень радует то что мне не надо убирать территорию от снега постоянно она убрана автоматически а у кого-то там засыпает по церкви мне приходят типа у нас снова засыпала приедь убери пожалуйста но нет 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 значит вот этот мне буквально 200 даже меньше мне 120 долларов не хватило вот на электрический снегоуборщик это печально что еще у шины с цепями появились плуг также один по одежде ничего нового по еде кстати надо закупиться едой потому что я все потратил можно купить шоколадный торт за 12 долларов который восстановит 5000 калорий это вся шкала энергии но мне редко когда нужно восстановить именно 5000 калорий поэтому опять-таки круассаны это самое выгодное на данный момент потому что даже томатный суп не восстанавливает 700 калорий как круассан а всего лишь 200 ах да я же еще хотел прикупить новый инструмент а то убирается стало уже тяжелее а новый инструмент нам нужен по-любому ну что я тебе хочу сказать сейчас мы его протестируем и так по карте давай глянем по карте спасибо курьер спасибо тебе на этой карте я тоже не нашел принца третьего этого и хочу зайти в комнату посмотреть где-то шерсть висит двой фотки появились смотри-ка то есть вот эту фотку скорее всего я делал стол ети то есть действительно мы видели ети скорее всего ну и шерсть тоже наверное от него ладно я предлагаю взять новый инструмент и попробовать им поработать теперь у вас есть профессиональная лопата на колесах он может сказать что это плуг только ручной вот как он выглядит и сейчас посмотрим как он убирает снег а вот этот плуг будем его так теперь называть ручной плуг намного круче того который стоит 500 долларов он прям по низу скребет и убирает весь снег а тот не весь снег соскребал снизу и приходилось проходить еще раз если не три раза после уборки в общем вот этот плуг мне понравился вот это классный инструмент теперь убирать станет намного проще и мы сейчас попробуем убрать еще одну территорию посмотрим в 2100 будет отлично убирать снег минус 11 как раз а нет у меня минус 5 курточка хорошо давай уберемся где-нибудь поблизости сколько тут чё тут нужно нам посмотрим на карте вот метка стоит нет вот метка стоит 200 долларов нам заплатить за 24 квадратных метра поехали той стороне мы еще ни разу не были следует туда съездить посмотреть может узнаем еще что-нибудь сверхъестественного например я не знаю про полтергейстов но полтергейст это тоже по большому счету призраке что еще сверхъестественного про маленьких тарабашек у соседа которые там снег нагребает ему в заднюю дверь в черную дверь и он не может ее открыть вот мы сейчас это выясним вроде бы как приехали вроде бы как это этот дом почтовые да вот этого заходим тщательно очистить территорию конечно как по-другому то у вас там новый год что ли давай посмотрим что в окнах здесь вообще происходит вроде бы не соответствует до прихожка ну ладно прихожка здесь гостиная хорошо здесь коридор какой-то ух ты лев спальня так что была спальня вроде бы как одна комната да и тут вот дверь а по факту окно и тут уже не спальня камин и ну скорее всего тоже гостиная какая-то коридор кухню тут окна дверей никаких нету а тут пожалуйста уже двери вот куда-то идут какая замечательная карета а почему сетло висит в воздухе я говорил что мы здесь найдем что-то интересное и загадочное у летучий горгуле какая-то по окнам я думаю что все понятно давай посмотрим по территории совсем чуть-чуть убрать снега вот и проверим сколько времени времени и нам тут негде посмотреть ручных часов у меня тоже нету ладно приступаем к очистке поехали ой как прекрасно убирать просто что это такое к это как я вроде снег убираю они и она прям в дом да ладно не может такого быть серьезные тут сквозь дом как я это сделал вот это бак я тебя в шоке здесь точно что-то происходит очень странно я извиня я надеюсь что у меня не вычтут этой зарплаты я вот сюда соскребу снег весь и блин ну как так вышло то вроде как убирал снег а получилось что только навалил побольше все сюда все сгребаем в бочину тут теперь можно замок снежный построить детишкам если они увлекаются этим блин я им даже дверь засыпал ужас я не знаю как так вышло надеюсь что меня не лишат денег естественно я все прям досконально да я наверное вот это даже не буду убирать я здесь и не могу убирать у меня тут красным лопата горит так что уж извините хозяева просили тщательно убрать я я убираю я как могу убираю где там у нас профессиональный аппарат поехали если часто тут что-то такое произойдет это будет очень плохо ты видишь что со снегом происходит то у меня набирается то опускается тут явно какие-то глюки ну по крайней мере с новым инструментом действительно убирать снег стало намного шустрее и приятнее прямо класс мне нравится ну вот и все территория убрана на сто процентов сейчас пойдем к почтовому ящику и выясним как нас отблагодарят хозяева если вообще от благодарят за такую работу ужасную да вот это конечно фиаско за четыре минуты мы управились довольно быстро 300 долларов тяжелый день но оно того и стоило проверьте магазин на наличие чего-то нового для покупки вы разговаривали с владельцем нет еще не разговаривал но мы подойдем по всей видимости он хочет мне люлей отвесить довольный клиент он довольный порекомендовал вас своему соседу и священнику еще и священнику надо будет помочь ладно а где хозяин он хотел со мной поговорить он тут есть хозяин ты вышел где хозяин а вот он стоит привет да ты на летчика какого-то похож тогда что-то какие-то значки висят доброе утро спасибо за уборку снега на моей территории фух пронесло я уже думал у меня щас ругать будет однако это работа которую я не могу выполнить самостоятельно и это действительно очаровательное место что ты делаешь скажи мне что ты делаешь ты не выглядишь типичным жителям нашего города уже это мой город понимаешь я этнограф я изучаю культуры и тогда понятно почему тут львы и горгули культуры и традиции различных сообществ недавно я переехал сюда потому что обнаружил очень интересную легенду о сас кто соск вот че здесь соск вот че здесь можете рассказать не больше я слышал они я слышал про эту легенду почему я не слышала мой герой слушал это одна из самых известных местных легенд уже несколько поколений рассказывают о великом неизвестном существе живущем в горах ты много узнал а почему соск вот это же дети у тебя стол дети в личном кабинете там в приватной комнате висит какой сквотч или как он там его называет некоторые люди говорят что видели соск вот че своими глазами есть сообщения о громких следах ног и таинственных звуках исходящих из горных лесов однако нет официальных научных доказательств существования этого существа а у вас есть какие-то материалы на этот счет да я стараюсь упорядочить свои заметки и отправлю вам все эти вещи курьером о спасибо я потом их поизучая курьер уже в них привез учете как быстро спасибо я возвращаюсь на работу у вас есть мои контакты если что давайте оставаться на связи я почищу вас снег еще раз попробую поболтать а все больше болтать с ним не могу все материалы он мне передал поехали домой посмотрим на этого сквотча со сквотча почему со сквотч не понимаю созвучно со скотч есть скотч какой алкогольный на скотч и есть скотч которым клеит обклеивают что-то со сквотч я даже не знаю как это комментировать но в смысле есть вот допустим велосипед до от слова бела из нет это плохой примет плохой пример футбол да вот фут нога пол мяч а со сквотч как это можно вот расшифровать это слово да что ж я во все ближайшие как будто я опьянен едем едем и причем у нас что-то еще но и в магазине появилась сейчас надо посмотреть заеду я в гараж пожалуй отлично криво косо встану все равно гараж пустой посмотрим не давай вначале зайдем в комнату нашу приватную тот тут а где материал книга моя история я ее не могу открыть где материал это а курьер привез но я их не взял точно дырявая башка вот они лежат отгрузка из проф коби ну от того чувака короче пойдем их почитаем вот материалы появились газеты тоже короче он одну фотку скинул и газету нифига себе вот он какой этот ети прямо отличная фотка и вырезка из газеты скоро доска это заполнится фактами а со сквотчи название конечно забавно глянем чем в магазине когда будет скидка на электрический снегоуборщик пожалуйста мне так хочется его купить или нет наверное мы плуг возьмем электрический снегоуборщик это почти как вот это лопата на колесиках только снег будет выбрасываться через сопла я не знаю хочешь что увидеть как этот инструмент работает или нет наверное стоит тебя попросить написать об этом в комментариях если хочешь чтоб я это купил то пиши в комментариях купи электрический снегоуборщик если не хочешь что пиши купи плуг копи на плуг это круче в общем как бы но я на самом деле топлю за плуг в общем как то так о зима одежда за тысячу долларов у нас появилась с карманами ну карманы нам больше то уже в принципе не нужны температурный режим минимале минус 25 максимально 5 градусов удерживает прочность 60 водонепроницаемость не видно сколько там звезды удобство это очень удобная одежка но не дышащая слабо дышащая по еде ничего интересного тут тоже ничего интересного в принципе все я думаю что на сегодня можно закругляться серия была очень таинственно загадочная на всякие сверхъестественные факты но фактами это сложно назвать информации в общем ставь лайки пиши комментарии и если будет много просмотров мы увидимся в следующей серии симулятора снегоуборщика так что до встречи увидимся в новом ролике вот и да вот и